Привет и, конечно же, всех с Новым Годом! Вы знаете, мне как-то 2018 год давался в плане подписи, когда на каких-то документах все время хотелось как-то 17 написать. Уж не знаю, почему 18 не укладывалось. И вот, когда к концу года я уже отработала 18 год писать, а теперь 2019. Субтитры подогнал «Симон» 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 Не ценитель шампанского Субтитры подогнал «Симон» 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 раньше мы не получалось у нас наблюдать таких фейерверков, потому что мы жили внизу, на втором этаже, и, собственно говоря, там впереди дома, а мы этого всего не видели, здесь же высокий этаж, и вид очень хороший, в общем, там мы наслаждаемся, действительно было приятно, вот, и часа, наверное, в два мы уже легли спать, вы знаете, я бы в 12 спать завалилась, но как-то привыкли всегда, бой курантов, там, что-то еще, фильм какой-то посмотреть, ну, да, в два часа можно легли спать, не знаю, я не удерживаю больше, я не знаю, как люди гудляют до утра, вот, правда, хотя когда-то, да, гуляла, лет в 20, 25, ну, да ладно, я настолько сейчас ценю вот это вот, влечься в теплую кроватку, укутаться, заснуть, когда у тебя рядом сопят дети, довольные, с подарками, то есть довольные от подарков, наелись, там, все это насмотрелись, огоньки, волшебство, чудо, тра-та-та-та-та-та, всех разложил, сам тоже доволен все, как происходит, и вот ты ложишься спать с чувством выполненного долга, это такое, такие эмоции приятные, зато утром встаешь, тишина такая, а мы как раз 1 января еще заезжали на нашу квартиру, там надо было окна прикрыть, потому что у нас в юго метель началась, и мы оставляли на вентиляцию. И пустынно, дороги, ни машин, ничего, и это в тех местах, где обычно много машин. В общем-то, красота. 1 января встречает нас сильным дождем и сильным ветром, но несмотря на это, настроение у нас отличное. Мы идем в гости к близким. Часики наш подарок мальчишкам, вот это Андрюшкины часы, тут можно убрать человечка, настоящие, все как надо. А у Сережи часы на руках. И здесь у нас что, расскажи, целый набор Гарри Поттера. Тут даже кубок есть маленький, какой-то сундучок, да? Так, а ты еще, по-моему, не всех собрал. Всех. Гарри Поттер здесь. А вот тут, а тут паук, тут другой, да, набор? Да, там Ронан есть. Там Ронан есть. Ага. Это сценка, когда, ну, когда Снэк или Снэп, в книге Снэк, а в фильме Снэп. Поджог. Ну, я не помню, как это называется. Ну, ладно. Да. Классно. А что ты часы снял? Нравятся тебе часики? Да. Часики. 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 А Андрюшке разрешили поиграть на компьютере немножко? Опять играли? Нет, в компьютер. Кстати, стульчик обалденный. Обоим нравится. Спасибо. Нет, в компьютер, в ноутбук. Да, в ноутбук. Тем более он немножко приятно. Очень удобно, особенно вот эта вот подставочка для ног, подножка. Вот, подножка. Новый год встретили на этой скатерти, с этой скатерти. И пришло время ее поменять. Ну, вот. Теперь нас будет радовать синяя скатерть. Обе скатерти от Фаберлик. Стол раздвинули. Эта скатерть, кстати, побольше, чем красная. И получается центр. Домики на уголках. А здесь у нас... Мне, кстати, синяя скатерть почему-то больше нравится. Но я думаю, наверное, из-за вот этого сюжета. Так мило. Олени. Тоже нарядная получается. А вот что касается елочного украшения, то как раз вот эти синие пятна цветовые очень хорошо сочетаются именно с этой скатерти. Получается на скатерти красная, синяя. И здесь красная и синяя. Не, великолепно. Мне нравится. Уютно очень. Правда, видите, вот эта скатерть, она такая более прозрачная. Та поплотнее. И под ней не видно было поверхности стола. То эта скатерть тоньше. И видите, уже виден стол. То есть, может быть, надо что-то или подкладывать. Хотя, в принципе, так тоже нормально. Но в целом она уже просвечивает. Вот это, не знаю даже, к минусам отнести или... Ну и пусть просвечивает. Юный археолог. На Новый год подарили Сереже набор. В этом куске два динозавра. Один целиком, скелет динозавра. А второй по частям. Соответственно, надо тот, который по частям, тоже его найти, раскопать и собрать. Два инструмента в наборе идет. Кисточка. Аккуратнее, аккуратнее. Как настоящий археолог работает. И стека. О, уже ребра какие-то, да? Похоже на ребра появились. Это вот на позвонки. Для этого занятия приспособили тазик глубокий. В нем удобно. Потому что, на самом деле, когда раскапываешь, все это летит по сторонам. О, кстати, орешки надо убрать в сторону. Зато в тазике удобно. Сначала брали поднос, но он очень низкий. Бортики. Вот кого откопал Сережа. Один динозавр. И второй. Вообще, конечно, надо было изначально хорошо смачивать. Потому что, пока раскопки велись, пол кухни в этой белом налете, в общем-то, неудобно. Либо это надо в ванной делать, лучше вообще на улице. Либо надо полностью смачивать, чтобы пыльно не было. Но вот мы первый раз с этим столкнулись. Зато прикольные такие, да? Тебе понравилось раскапывать, да? Сам процесс интересный. Смотрите, вот этот не двигается. Двигается. Просто такой-то. А тот двигается, что ли? Да. Ноги двигаются. Тело вот так вот двигается. Еще вот эти. Вот это. 31 декабря накупили чай. И сейчас как раз первые дни Нового года. Завариваем вот это вот ароматное вкуснятино. Делаю такой купаж. Еще в чай добавляю приправу для кофе. Купили на iHerb. Но она на самом деле, мне кажется, универсальная. Что в кофе, что в чай добавлять. Здесь и корица, и тмины, и кардамол, и чего там только нет. Очень ароматно. И, кстати, вкусно. Как я раньше жила без этой приправы. И планирую вот эту приправу покупать и дальше. Смотрите. Ее, кстати, надо совсем немножечко. Но вот на большой чайник, на вот такой пресс-заварник, можно взять, в принципе, вот столько. А в кофе, в турку, я добавляю, ну вот где-то вот так. Прям вот совсем на кончике. Баночка вроде бы небольшая, но если добавлять столько, сколько я показала, ее хватит надолго. Субтитры сделал DimaTorzok